Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я готовлю маринованные опята. Для приготовления мне необходимы грибы. У меня есть опята. Я тщательно вымыла, срезала ножки. Я использую только шляпки. Грибы в кипящей воде варила 5 минут. Воду слила и поставила в холодильник. В кипящей воде провариваю 5 минут. Воду сливаю. Свежих грибов по весу было 400 г, отваренных осталось 760 г. Я буду делать 1 литр маринада. На всякий случай налью 1 литр 200 воды с учетом выкипания. Для такого количества воды мне будет нужна столовая ложка соли, полторы столовые ложки сахара, из специй 1 лавровый листик, 5 горошин душистого перца, пара гвоздик, зонтик укропа и 2 листочка смородины. 50 мл 9% уксуса. Конечно нужно подготовить банки с крышечками. Хорошо вымыть и простерилизовать. Я использую вот такие завинчивающиеся металлические с покрытием крышки. Не буду советовать какими крышками закрывать. Очень много идет споров на эту тему о том, что грибы нельзя закрывать герметично. Соленые я никогда не закрываю, а для маринованных все-таки использую завинчивающиеся крышки. Можете использовать капроновые или стеклянные крышки, но учтите, что в таком случае грибы нужно хранить только в холодильнике. Хотя грибы в любом случае лучше хранить в прохладном месте. И конечно будьте внимательны, когда вы открываете грибы. Хорошо осмотрите банку, чтобы в ней не было пузырьков воздуха, то есть чтобы не шел процесс газообразования и чтобы рассол грибов был прозрачный. Когда вода закипела, опускаю грибы и довожу до кипения. Когда грибы закипели, снимаю пену, если таковая образовалась. Добавляю соль, сахар, лавровый лист, душистый перец и гвоздику. Лавровый лист через 10 минут можно убрать. Перемешиваю и при небольшом кипении варю до готовности. Это примерно 25-30 минут. Вы увидите, когда грибы начнут оседать. Грибы готовы. Добавляю уксус, довожу до кипения и выключаю нагрев. Раскладываю грибы в подготовленные банки по плечике. Оставшийся маринад еще раз доведу до кипения. Положаю сюда зонтики укропа и смородину. Пусть тоже прокипятятся. Потом положу в каждую банку по зонтику и по листку. Кипящим маринадом заливаю грибы. Банки нужно покрутить, чтобы вышел воздух или постучать об стол. Закрываю банки подготовленными крышками. Остались одни нестандартные банки и в итоге получились две по 450 мл и одна 340 мл. Обратите внимание, что грибы плавают в маринаде. Я их укладывала по плечике и на этот объем ушли все грибы и весь маринад. Вот такие маринованные опята у меня получились и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, заготовьте, но соблюдайте правила безопасности. Собирайте только те грибы, которые вы знаете. Готовьте с соблюдением правил гигиены. Придержитесь температуры и сроков хранения. Не нужно хранить грибы годами. В этом году заготовили и в этом году съели, но может после Нового года. Будьте аккуратны, берегите себя. А я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok